Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент и это Долина. Мы продолжаем скитаться по этому загадочному, таинственному и потрясающему местечку. Ну что, нам необходимо следовать за корнями дерева Титана, скажем так. Вот, где-то оно тут у нас находится, эти корни. И активировать все обелиски нам необходимо. Ну что, давайте попробуем все это дело сделать. Раз, два и три. Ну какому двигаться? Давайте сначала к тому обелиску отправимся. А там уже, я думаю, непосредственно мы займемся и остальными. Пока тут что-то, несмотря на то, что тут так чертовски красиво, и то, что тут все прямо чуть ли не цветет, но если нет, то мы поможем как бы этому делу. Все равно как-то немножечко не то, что безжизненно. Как-то малонаселено. Но вообще это как бы военная зона. В загрузке в игре там периодически какие-то выскакивают подсказки, описания к игре, там и т.д. и т.п. И там было сказано, что зона 634 это военная зона, которую группа археологов называют как долина. Точнее, известная наоборот. Зона 634 в военном описании значится как долина. А археологи назвали ее Сурусусус... Блин, как... Короче, как-то это название, в общем... Ну вы поняли, она тут уже мелькала не раз. Значит, нам нужно как-то туда добраться. Как мне это сделать? Давайте попробуем перепрыгнуть. И... Так. И еще раз. Главное... Главное не приземлиться в воду. Аккуратно. Все. Что у нас тут есть? Опа-на. Медальоны подбираем. Медальоны надо подбирать. Не знаю, честно говоря, для чего. Ух ты! Вы гляньте тут какие эти. Основа этой долины продолжает меня все как-то заманить. Похоже, что они сосуществовали с духами леса. Я нашла потерянные записи мезоамериканской цивилизации. Такие как Ольмеки. Которые оказали... Какие-то колоссальные каменные структуры делали. И эта цивилизация была довольно-таки-то молодой. И располагалась ниже 5000 километров отсюда. Ох, хер с вами. У нас тут пока свои тут проблемы. Значит так вот мы как бы по ходу бегаем. И изучаем, что здесь за культура. Ну давайте активируем первый обелиск. Посмотрим. Опа-на. О! Хорошо. Апгрейд получили. Это очень здорово. Энергию нам надо улучшать. Только как мне попасть наверх? Ребят, каким образом я это сделаю? Может мне надо наоборот высосать энергию? Да нет, не похоже. А может быть, постойте. Может быть здесь? Да и здесь не вариант. А это что такое? Ух ты! О! Смотрите, дерево немного как-то это самое. Квест обновлен. Осталось активировать два обелиска. В общем, мне не нужно наверх идти. Мне надо просто эти. О, шишки. Шишки собирай. О! Кстати, когда мы спускаемся сверху вниз, у нас разгон получается довольно-таки-то мощный. Ну давайте попробуем разогнаться. И допрыгнуть. Главное не сдохнуть бы. Давай-давай-давай-давай-давай. Ой, бляха ты в ухо. Ай! Все. Мы не сдохли. Что-то рядом находящееся умерло за место нас. Да, это как бы очень тяжелое. Что за место нас умерло, ребят? Что-то за место нас здесь... Умерло. И мы должны это возродить. Потому что жизнь за жизнь. Как бы вот такой вот смысл в этой игре. И что-то за нас сейчас отдало жизнь. Не хочется, чтобы это место погибало. Поэтому надо стараться как можно меньше погибать самому. И тогда и все жить будут. И мы будем жить. И долина... О, давайте-ка возродим. Возродили, да? Нет. А вот теперь да. Надо как можно больше все это дело возрождать. И тогда мы сможем более получать больше очков каких-то. Я не знаю. Может быть, что-нибудь и получим со всего этого. Во всяком случае, мы хотя бы сможем увеличить свои шансы на выживание. Смотрите, тут какая-то шахта. Точнее, лифт. Ведущий куда-то наверх. Прямо что-то мне напомнила Игра Престолов. Там, наверное, ходоки ходят, да? Не хотелось бы мне с ними связываться. Ну да ладно. Давайте теперь мы отправимся к следующему обелиску. О, давай-ка возродили. И смотрите, у нас листочек сразу появился. Ух ты. Тут эти вот духи леса вместе с нами. Надо вообще все восстанавливать. Все надо восстанавливать, чтобы все цвело. Во, тут это тоже нам надо, чтобы здесь тоже все цвело. Естественно. Чем больше восстановим... Во! Ничего себе, целое дерево. Там шишки выпали. Вот что мне нравится здесь, так это огромные локации. Прямо, знаете ли, можно разбежаться, побегать, попрыгать, исследовать, посмотреть, что туда, как. Ну куда будем двигаться? Давайте будем двигаться сюда. Подберем энергию. По всей видимости, знаете что? Вот эти духи леса как раз и оставляют эти жизненные силы, которые в конечном итоге мы можем использовать. Во! Нифига себе, целое дерево возрождаем. Деревья возрождаем. Всякую листву. А зверей я что-то не вижу. И не вижу подводных этих, водоплавающих зверей каких-нибудь там. Зверей. Рыб я вижу. Ну и звери, в принципе, бывают. Ну да ладно. Не будем вдаваться в подробностях, чтобы не запутаться. Не дай бог. Ну-ка, давай-ка. Подобрали. Ну куда, давайте попробуем... Пере... А-а-а. Что это такое? Тут стенка. Ее можно раздолбать, да, по-моему, если разогнаться. Нет. К сожалению, получится. Монумент нестабильный. Э-э... Грубая сила может что-нибудь тут сделать. И как мне эту грубую силу здесь сделать? Давайте энергию возьмем. А может быть стоит воспользоваться помощью возрождения как-нибудь? Я не знаю. Может быть как-то это и получится? Это эти, наверное, расставляет. Ей-богу. Давайте все возрождать будем. Шишки вон, смотрите, падают. Но мне сейчас не до шишек. А-а-а. Смотрите. Я, кажется, знаете, что думаю? Если мы сейчас это сделаем... Мы это все соберем. То мы сможем... Какой-нибудь новый навык получить. Я не знаю. Костюм-то у нас вроде как прокачивается. И имеет способность получать какие-то апгрейды. Но пока что мы встречали только энергетически. Но может быть этим дело не ограничится. И мы получим какие-нибудь улучшения. Которые позволят нам, допустим, пробивать стенку. Было бы очень кстати. Во, разгон. Угу. И как мне подняться сюда? Ребят, я что-то вот ума не приложу. Может быть, все-таки стоит погодить разогнаться. И пробить все это дело нахрен своим телом. Но, знаете ли, у нас как бы ноги в костюме. А вот насчет остальных частей тела не стану. Не буду таким уверенным. Ну, не знаю. Давайте попробуем разогнаться. Во всяком случае, если мы кони двинем. То возродимся, я думаю. Давай, давай, давай. Разгон. Разгон. Эх ты. Ё-моё, мы пробили. Нихрена себе. Я Джаггернаут. Ё-моё, да? Заявился сюда. Ну, всё. Будем всех просто тут сейчас. Если что, тараном валить. Главное было бы, где разогнаться. Согласно легендам, жизненное семя приносило... Посланцам смерти было какое-то. И это фрагменты самой земли. Конец сценария какого-то по пересечению мифологий. Это какой-то апокалипсис Рагнарок там был. Во всяком случае, это не обычное явление среди обычных объектов. Особенно среди смертных. Вот уж действительно. Ну, давайте активируем это дело. Ну-ка. О, надо подбирать. О, мы ещё получили. Не дурно. Но хотелось бы чего-нибудь ещё побольше. Так, возрождаем дерево. Квест обновлён. Осталось активировать финальный обелиск и получить за это свою награду. Погодите. Может быть, тут где-нибудь у нас имеется... Ящичек с улучшением. И мы могли бы это дело использовать. Почему бы и нет? Ну, погнали. Погнали тогда. Ух ты, это что такое? А, это эти появились. Ух, ё-моё. Ничего себе приземлился. Ну, двигаем к последнему обелиску. Знаете ли, вот эта вот игра, чем хороша, она так на расслабоне играется. То есть, бегаешь, смотришь, исследуешь и получаешь невероятное удовольствие от сие приятной картины перед глазами. Ну, куда нам теперь? Угу. Тупик. Ну, что ж такое? Давайте тогда попробуем с другой стороны зайти. Вот отсюда, скажем. Что-то у меня такое чувство, что мне сейчас с этим финальным обелиском придется немножечко попотеть. И как я могу использовать эти медальоны с шишками? Какой от этого смысл вообще? Слушайте, а если я так вот пробегаю, я, может, и листву могу сбить? Ну-ка. Давай-ка. Блин, прямо как Скайрим. Давай. Ой, нифига себе, я сейчас сочетерил, походу, да? Реально. Походу, я сейчас вообще конкретно сочетерил просто. А может быть и нет, может быть так и задумано. Ящик. Надо собрать вот эти вот все улучшения. Давай, 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 давай. Что у нас тут? Ух ты, шишки. И это что? Записка от Вирджини Кинг. Моя мать говорила мне истории о демонах каких-то, призрачных, природных духов. И это имя, ее кажется, что-то как-то задевало. Мне нужно классифицировать эти как-то призрачных тварей в общем. Какую-то классификацию ей дать, как зоологу. Ага, понятно. То есть нам тут придется... О, а может быть я поэтому могу лазить? Нет, к сожалению, я поэтому лазить не умею. Блин, мне надо как-то ведь попасть туда. Смотрите, там пропасть. Не хотелось бы мне туда свалиться. Давайте просто мы поднимемся. Так. И прыжками увлекаться, я думаю, здесь тоже не стоит. Стойте, а может быть... Может быть нам туда? Давай-ка раз. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Может быть нам все-таки как-то здесь подняться? Я типа был на правильном пути, только я назад пошел. Да, очевидно, что так. Угу. Подбираем. И попутно не упускаем возможности приукрасить этот великолепный мир. Где-то тут зеленым у нас сейчас подсвечивалось. А вот только где, это пока вопрос. Ну ладно, мы в принципе прибыли. Обычно тут ящик где-то есть, но его что-то нихрена нет. Давай. Активируй. Все, мы последний активировали. Квест обновлен. Вернуться и исследовать титановое дерево. Ух ты, е-мое. Слушайте, как классно здесь полет. Ты сделал ящик, обалдеваю. Прям как Бэтмен летает тут. Осталось только крылья какие-нибудь взять и все. Ну костюм классный. Не знаю, как мы бы без него тут бы справлялись. Но он тут очень-очень, слушайте, ничего себе дерево огромное какое. Е-мое. Ага. Спрыгиваем типа сюда и собираем все здесь. Блин, проваливаемся. Куда проваливаемся? Хрен его знает. Как эта цивилизация выдерживала на севере? Популяция, жившая здесь, была как-то стабильно к природе. Похоже, это место священное какое-то. Все эти монументы и мистические каннибальные гиганты. Сетикар какой-то. Вот тут еще какие-то рожи. Кто-то здесь жил. О, давайте разгонимся. Ничего себе. Только, знаете что, если я так вот буду бежать, я здесь ни хрена ничего не исследую. А мне все-таки хочется рассмотреть, что здесь. А тут, в принципе, ничего такого и нет. О, давайте возьмем. Что такое? Медальончик. Господи, скрип такой. И что-то как-то тихо стало. Что-то мне это не нравится. Что такое? Что это? Поднять апгрейд костюма. Ну-ка. Икарус, буст, ускорение Икаруса. Выше и быстрее пересекайте зоны с двойным прыжком благодаря апгрейду Икаруса. Каждое такое ускорение стоит одной единицы энергии. Ого. Нажмите пробел для второго прыжка в воздухе. Но это энергия стоит. Эндрю Фишер, ведущий психолог. Начинаем тестирование Икаруса апгрейда. Вторичная аугументация в костюме позволяет прыгать дважды, увеличивая дистанцию, преодолеваемую прыжками. Доклады говорят о... Как бы доложить по испытанию немедленно. Ну, это понятно. Давайте-ка. Раз и два. Ой, слушайте, неплохо. Правда, это, конечно, энергию съедает. Но учитывая, сколько ее тут, я думаю, это не так критично. Вы гляньте, сколько тут этих разбросан. Они еще и появляются, я так думаю. Поэтому по этому поводу проблем быть не должно. Но, когда пирамиды что-то появились в Мезоамергии, это опять от Вирджини Кинг, я не могла поверить своим глазам, увидев одну из этих структур в долине. Благодаря военным, которые построили здесь невероятные свои фабрики, в нескольких метрах оттуда, и вот эти искатели путей, ну, те, кто носили костюмы, искали путь к получению артефактов. Ну да, тут, знаете ли, мы видим только вершину айсберга, как бы. Ну, погнали дальше. Ну-ка, посмотрим, что... Ох ты, е-мое! У меня же второй прыжок есть, я чуть не забыл. А так бы, видимо, мог запросто прилететь. А сколько я раз могу второй прыжок делать? А, видите, только один раз могу, к сожалению. Ну, ладно. Мне такое чувство, что рано или поздно мы... Е-мое, слушайте, а вот это уже что-то мне немножечко хоррором попахивает. Производят эти вот семена как-то. Я исследовала это все в долине. Военные были удивлены и немедленно конфисковали изучение по... Для своей фабрики. Они не подпускали меня. Возможно, элеватор этот снаружи там есть какой-то. Наш герой что-то думает. Погодите, тут вот... Что-то такое? Лайфсит, это жизненное семя, органическая структура, бла-бла-бла. Ну, что-то не все так просто, как кажется. Ну-ка, давай-ка сюда. Ах ты, зараза! Ну, ладно. Давай еще раз. Во! А мне, в принципе, обязательно разве? Я, может быть, сюда сейчас схожу, посмотрю, что здесь, что там. Может быть, что-нибудь даже и найду полезное. Кто его знает? Нет, по всей видимости, я вряд ли что-либо вообще найду. Но... Давай, 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 давай. Во, забрались. Слава богу. Так. Еще раз. И давай-ка вот сюда. Что бы я делал здесь без этих сфер? С ума-то, наверное, сошел. Ничего бы я не мог сделать. Угу. Так. Угу. Так. Что у нас здесь? Аккуратно. Зажмите shift и бегите с максимальной скоростью. Разгон. Надо бежать. Разгон, 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 разгон. Ё-моё, ни хера себе, я вылетел тут еще и дома какие-то есть. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ох ты, ё-моё. Аккуратнее. Может быть, я что-то могу сделать? Погодите. Не верю, что вот так вот все глупо может закончиться. Погодите. Все-таки враги здесь есть. Ага. Тут как бы ни хрена и нету. А они сдохли. По всей видимости, эти пчелки, они одноразового. Ох ты, ё-моё. Ой. В жопу ужалили. Все, я так и понял. А здесь что у нас? Здесь какое-то предупреждение. Там река. О-о-о, да. Тут нам надо изрядно, я думаю, попотеть, чтобы решить эту проблему. Появились чертовы пчеры. Нужно как-то найти способ попасть в эту фабрику. Но боюсь, пока мы не решим проблему с этими пчелами ядовитыми, мы ни хрена ничего не сможем сделать. Здоровски. Ну ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже разбираться с этими тварями в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Спасибо, что смотрели. Ставили пальчик вверх. Не забывайте подписываться, если кто ещё не подписался. И заходите в группу ВК. Все ссылочки снизу в описании под видео. Всё, друзья. Всем пока.